Привет, я Даша. Здравствуйте, впереди. Сразу хотим поделиться радостью. У вас сейчас работа и нахожу почтумечки. Та-дам, та-дам. Выписки о рождении родственничков. Значит, вот это... Кто это? Это Иоанн. Сын Игнатия Стефановича Полякова и законной жены его Агафья Ниссима. Моя любимая прямая прабабка. А также его брата Дмитрия. Ура! Больше года ждали. Вот. Ну и это помесячное видео. Совместно прочитанное за месяц. В этом месяце мы совпали в двух книгах. Об одной бегло, а другой более подробно. Итак, мы прочитали Донцова, куда без неё хищный Аняки Цветочек. Главная героиня Степанина у нас. Я считаю, книга написана лучше предыдущей. Всё вокруг сферы мод, как всегда, витает. Единственное, немножко косякнула Донцова. Это Дарья Аркадьевна, наша любименькая. Ну, или я, может, чего-то не знаю. В общем, она пишет о цветном френче, как о тенденции, которая возникла буквально вчера. В то время, как я в последний раз, даже не в первом, в последний раз делала себе френч больше года назад. То есть, это, да, это не вчерашняя тенденция. Ну, она писала давно, только сейчас изданная. Нет, куда редакторы смотрели, надо же исправлять подобные несоответствия с сегодняшним реалием. Нет, мне понравилось. Мне тоже понравилось. Мне, Степанита Злова, как-то с самого начала, эта героиня-то, она как-то мне не глянулась. Какая-то она... Ну, я тебе одной. Не такая. Люди тоже пишут, что это не самая героиня. А вот здесь, а вот здесь, ай, молодца. Ай, ай, ай. А сюжет какой, с ума сойти. Сюжет вообще закрученный, совершенно вероятный. Даже я запуталась. Да, и вторая книга, это Шантарам, автор у нас, с первичкой Робертс, по-моему, сейчас точно скажу, где. Да, Робертс, уникальная совершенно книга. Я вообще человек такой, очень трепетно чувствующий сердцем Индию. Очень я её люблю. Именно поэтому я там никогда не бывала и вряд ли поеду. Я просто боюсь разочароваться, как это было, например, с Египтом. И вот. И всё, в принципе, касаемо Индии, я вас понимаю, так очень трепетно. И вот эта книга меня порадовала. Я на своём блоге поставила, я обычно там ставлю от одной до пяти звёзд оценочные, и пяти было мало, я поставила статус уникальным. Это такой вот коктейль эмоций, каждый человек, чей эмоциональный диапазон выше, чем у камня, он испытает всё, радость, гнев, разочарование, прослезится обязательно, рассмеётся, будет чем-то гордиться, за что-то будет стыдно. То есть это вот… Иногда в фильмах показывают зарубежных, как бармены так ловко очень стряхивают коктейль, так его переворачивают, и это, чтобы хорошенечко… там всё перемешалось. И вот то, что делает этот роман со своим читателем, он напоминает вот эти манипуляции, всё время вспоминал вот это вот… – Такое… – Такое вот присуще опытным очень барменам обращение с… – Со сломой, с сюжетом, да. – Ты знаешь, я вообще-то не люблю, так сказать, по рекомендациям читать, потому что… Ну, на вкус и цвет, понятно делаешь. – Да, 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 да. – И, естественно, когда чей-то хвалебный отзыв, так сказать, почитаете, ай-яй-яй, ой-яй-яй, я считаю так с опаской, потому что планка сразу «Ого, какая!» – Ждёшь многого. – Да, ожидаешь очень многого. И, как правило, ну, то есть вот здесь вот коллизия такая, и ожидаешь, ну, немножечко не то, немножечко не так. И здесь вот тоже предисловия, хоть ты предисловия не читаешь, я их читаю. – Конечно. – Да, и когда я прочитала предисловия, что это глубоко автобиографичный, что он сидел, что и т.т.н.н., я думаю, ну, началось, знаем план. Вот сейчас будут жалобы, какие мы несчастные, это вот… – Бедные, пожалеете, да я вообще не видна. – Вот социальная среда, ну, нет, но сильная книга, буквально все, вот действительно весь диапазон чувств, глубоко философское, вот что самое интересное, чего никогда не ожидал бы. – Я обожаю индийские фразы, да эти всякие, они как скажут, вот вроде сказал то, что ты и так знал, а такое откровение прямо до глубины души. Я, народ, я сидела и выписывала цитаты, объем книги – полторы тысячи страниц. Я не люблю заранее знать объем страниц, мы просто читаем в тонном варианте, там так и так видно. – В общем, из полтора тысяч страниц, полтора, я выписала цитат на шесть листов формата А4, и это только в компьютере. Еще я пока читала как бы дома, ну, если на легке была от компьютера, я еще заносила, очень много внесла в телефон, я еще их не выписывала, не знаю, как это будет объемом, очень много цитат, действительно. Действительно, это не просто, как вот у Каэль, он говорит то, что мы, в принципе, все знаем, или не так, что это воспринимается как откровение. Это глубже как-то… – Вот, это настолько добляет, вот просто чувствуешь. – А Пабу, Пабу Керта. – Ой. – У него неправильный, не совсем идеальный английский. – Триот, так сказать. – Да, 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 да. Но вот то, как он извиняется от этого, его фразы еще становятся… Они не глупые, они, да, забавные, но они не глупые, они прям пронизаны мудростью веков, тысячелетий вот этой земли индийской. – Такой смысл. – Мне очень понравилось высказывание Карлы в конце книги, где она говорит, что, по ее мнению, хотя бы раз, как минимум, каждый человек на земле в прошлой жизни был индийцем. – Видимо. Совершенно уникальная страна. И нигде, я вот никогда еще, я так не почувствовала Бомбей. – Насколько я всегда любила очень, если не перебью, Индию, я с самого детства, сколько я себя помню, обожала смотреть индийские болливудские фильмы. Западный Болливуд меньше, чем традиционный, ну и там. Ну и, как сейчас помню, у нас, когда еще не было ни плеера, DVD, стародания, времена… Господи, я застала, какая старая. Значит, ни интернета, ни интерактивного телевидения, ни… вообще ничего не было. По какому-то каналу, по средам транслировались индийские фильмы. Я прямо… И то, и то, как бы, я считаю, я… для человека, который никогда там не был, достаточно близко к пониманию индийского духа. Ну вот, прочитав Шантарий Рамни, я поняла, что я, ой, как заблуждалась. – Да-да. Просто чувствуешь глубоко-глубоко, настолько чувствуешь, как ты там. Вот ты там, ты всех видишь, психология индусов – это просто невероятное что-то. Примирение, так сказать, религий, когда там конфликты. – Да-да-да. – Мафия совсем с другой стороны, так сказать, цель, средства и вот… – Да, ребят, там еще главный герой побывал в Афганистане, мне стало за нас стыдно. – Ой, так стыдно. – Я вот, я даже и в Твиттер написала, что же мы наделали. – Ну, вообще, мы… мы… мы опозорили честь русского человека. – Это да. Честь русского человека. – Да. – Опозорились, так что… ну, это не только, конечно… – Я вот, кстати, к слову, просто пришлось, не люблю деление на белорусы, украинцы, русские. Я славянка. Я, в первую очередь, славянка и только во вторую русская. Так что, славяне. – Опозорились, увы, правда, стыдно. Там ведь все, в этой книге буквально вот так вот просто пунктирно обо всем, о политике, то есть это конфликты, это Иран, Ирак, это Израиль. – И там интересно, вот до какой степени я люблю вот эти все всякости. и даже мне было чрезвычайно, потом меня за уши было не оттащить. – И насколько вот они, душевные люди, индусы-то, насколько они вот приемлют все. – Индусы, индусы – это те, которые поведают индусскую велигию. – Ну, мало того, что у них, у самих-то там, это кастность, и прочая все это, непримиримость и конфликты. – Вот, кстати, только сейчас поняла, единственное, чего не каснулся автор – это кастности. – Кастности. Ну, да, он упоминает, конечно, и Бенджап, и таких, и сяких, но вот насколько они приемлют все. Вот в тот же Бангей, положим, ведь стекаются все, буквально все, так сказать, беженцы. Их миллионы и миллионы, и всех принимают, и все живут, и все веселые. Извините, меня просто поразило, я так почувствовала, что их нисколько не удручают. – А этот взгляд на то щебы. Это было что-то удивленное, у меня глаза не открылись, они распахнулись просто. – Да, 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 это совершенно… – Вот Петр первый прорубил окно в Европу, а Робис прорубил окно в Ниде. – Да, мы прочувствовали просто вот всеми фибрами души вот это все, просто замечательно. Как он был влюблен, как он влюбился, и он вот смог передать вот эту влюбленность. – Он передал. – Да, вот в этом смысл-то любой книги, то есть не просто написать, а передать, как ты чувствуешь. Вот это искусство, вот это вот просто гениально, гениально передать вот свои чувства. И мы тут уже откликнулись, мы на все и на вся. – Кстати, вот ты упомянула, а я хочу еще подчеркнуть, народ, не читайте биографию автора, спойлер, потому что он написал то, что он сам пережил, и я совершила эту большую ошибку. Мне просто… Вот знаете, я начала читать, я прям удивилась, до какой степени он чувствует Бомбей. Мумбай он сейчас называется. До какой степени чувствует Мумбай. А я думаю, ну подделан, однозначно, если сам не здесь, то хотя бы у него… – Какие-то корни. – Родоват туда уходит. – Отнюсь. – Полезло читать его биографию. Это была большая ошибка. Не повторяем эту ошибку мою. – Нигде и никак. А как он вписался в деревню, когда приехал? Там жители… – Ой, опиши этот случай, когда он засыпал. Расскажи. – Ой, это настолько трогательно. Приезжает он в деревню к своему гиду-любименькому. Там жители живут уже свыше пяти тысяч лет в этой деревне. И они практически никуда не выезжают, только поблизости куда-то, что-то как-то. То есть вот это вот какая-то замкнутость такая, а нравы каковы. А какое вот участие каждому. Буквально вот все единодушные, все сострадательные. И его спрашивают родители. Вот, значит, его эгиды-то говорят. А родственники? Нет, в смысле, мать, отец. Он говорит, ну, как бы, нет. Ой, бедный ты, несчастный. Жена, дети. Нет ни жены, ни детей. А родственники? И родственников нет. О, ужас-то какой! Какой же ты одинокий? Какой же ты несчастный? И вот они уложили его на кровать. Вся деревня собралась, ну, родовая, естественно, мать, отец и все сестры, братья и дяди, и все остальные. Они все сели около, значит, полукругом около этой кровати, держат его за руки. Ведь он такой нечастный. Как он будет засыпать? Ведь ему так плохо, так у него никого нет. И держат, пока не уснут. Вот тем самым помогает. Вот тронуло просто до глубины души. И как он сразу вот вписался, прочувствовал. Вот даже вот там, казалось бы. Одно город, это понятно, он сам урбанист, человек городской. Но вот в деревне, когда полгода жил, ну, просто удивительно. Удивительно, я говорю. Столько всего трогательного. Я, кстати, еще хочу добавить, что про цитаты, я знаю, я уже говорила, но это просто удивительно. В последний раз, когда я с такой любовью относилась, когда у меня было в такой степени сильное желание постоянно цитировать какого-то автора, это был Махайям. Все. Это был единственный человек, которого… Еще Семенова. Ну, Семенова не так сильно, там больше стихи. Ну, Махайям тоже, читая, куда-то не туда ушла. В общем, это был единственный человек, которого я обожала цитировать просто вот так вот. По поводу без повода. Шантарам Робертс стала для меня вторым, что я теперь буду. Это просто книга жизни. Отношения каждого человека к жизни, ко всем ценностям, к вере. Ну, ко всему буквально, ко всем нравственным этим. Просто замечательно. И как он описывается, как он сам до этого дошел, ведь не туда бежит, не то чувство. А потом, ну, естественно, каждый должен сам себя… Лиса. Каждый должен сам пройти через это, пока дойдет. Никогда ты не внушишь никому или ничего. У меня еще кошка лисенок пришла. Лисенок, который доволен меня… Она ненавидит сниматься. Я ее пугаю. Это так. Так что мы весьма довольны, просто довольны до невозможности. Ну, конечно. Советуем. Ну, да. Не пугаем все объемы. Это все читается очень легко и очень незаметно. Просто… Познавательно, поучительно и вообще душевно. Да, я прочитала ее за тот же промежуток времени, за который обычно читали, я не знаю, книги о 400 страницах. То есть это… Замечательно. Я и продолжаю. Ну, все. Ну, наверное, прощаемся. До скорых книг. Пока-пока. Скидь.